вот видите стоят на розы и алхимист алхимист очень хорошо относится к солнцу никак не относится будем говорить только быстрее цветает и все алхимист стоит видите до самого верха цветет у нее когда наступает с жара и солнце вот такой цвет розы видите всегда говорю что это роза 1958 года прошлого века но как красиво то есть мы думаем я всегда думала что такие розы двухцветные трехцветные многоцветные хамалеоны вывели позже но кордес вывел эту розу именно вот одна из первых это роз вот такая это роза кордес видите но красота оцветает она но у нее есть соцветия которые потом долго долго еще стоят она долго стоит с цветами он буйство вот это осыпется еще будут букетики цвести на ней долго ждать пока я ее обрежу то есть я потом подхожу и срезаю все соцветия цветущие и не цветущие розариум ютаса представляете я считаю что это тоже красивейшая роза кордес ну как жалуются на нее говорят что она болючая вот в прошлом году я ее полечила ни одного желтого листа многие писали мне о том что это не традиционное лечение я лечила белизной ее но это делается от отчаяния делается это один раз от белизны один вред это в ней содержится хлор от этой от белизны больше никакого вреда она не приносит абсолютно вот хлор но если вы один раз обработали розу и полили под ней один единственный раз и получили такой результат вот как я видите какая листва стоит зеленая ни одного листика под ней нет я ее выращиваю как почвопокровную розу и она у меня находится близко к земле мне был вопрос обрываете вы нижние листья здоровые разговора здоровых листьях на розах для того чтобы они не болели но это знаете это лишняя работа и бесполезное дело для проветривания да если роза загущена нужно особенно слепые побеги сейчас данный момент вырезать у роз но обрывать листья с этой целью чтобы роза вот именно не заболела это бессмысленно почему потому что грибок выбрасывает свои споры на огромные расстояния куда достанет знаете вот поэтому это сизипов труд как говорится если розы собрались болеют не собрались они заражаются грибком то грибок достанет до самых верхних веток будет брызгать вот поэтому бесполезное дело но сейчас в данный момент я прошла и на небольших своих розах на таких как вот эта роза я этого не делаю на на огромных шрабах на вестерленде тоже но на молодых розочках вот на таких как айсфогель айсфогель вот цветет смотрите как цветет айсфогель на чайно гибридных розах на небольших флорибундах на небольших кустовых розах я прошла и обрезала все слепые побеги которые имеются на розах который тянут с них соки нужно было это раньше сделать но как бы руки не доходили до этого вот поэтому вот такой вот теперь вопрос как правило все время задают метод вопрос под роликами у меня трипсы я жду когда роза цветут вы не дождетесь когда ваша роза цветут потому что все ваши засветающие бутоны повредят трипсы вот и все нужно обрабатывать розы прям по бутонам причем брызгать нужно в бутоны если это трипсы но нужно выбрать время время нужно выбрать какое чтобы бутоны у вас просохли дом наступления дня еще один вопрос который задают часто это нужно ли кормить розы во время цветения но вы знаете вот эту розу вот например айсберг вот она цветет я ее накормила перед цветением всем чем надо зачем ее кормить во время цветения она цветет месяц вот эта роза после обрезки сразу же после обрезки да нужно подкормить чтобы роза набрала бутоны для второго цветения что касается постоянно цветущих роз это вот например у голлштейн перу есть срезаешь бутоны она цветет снова это чайно-гибридная роза постоянно цветет на ее нужно конечно постоянно подкармливать чтобы вот потому что у нее сейчас она цветет вот и опять бутоны будет гнать сейчас то есть я ее к такие розы кормлю постоянно вот эти чайно-гибридные розы но как правило я кормлю их с молодыми розами органикой постоянно цветущие вот эти голлштейн перу керево цветет два раза это срезочная роза от голлштейн пер срезаешь и она постоянно лить и наверху у нее бутонов огромное количество и цветет она вот бутоном для развития обязательно нужно нужно откуда-то брать еду как говорится поэтому ее нужно кормить такие розы какие обработки роз нужно проводить сейчас наступила жара и это знаете благоприятнейшее время для развития черной пятнистости черная пятнистость гриб вот этот черная пятнистость он любит жару жару и влагу поскольку розы мы свои поливаем постоянно то под розами постоянно влажно жара стоит и сейчас гриб этот марсалина он сейчас будет развиваться обработку нужно проводить препаратами которые действуют на грибки это скор это ридомил голд я провожу этими препаратами ридомил голд очень хорош от грибка но обработку нужно проводить не менее трех раз вот сейчас я обрежу свои розы и буду обрабатывать эти огромные розы тоже черной пятнистости но более всего страдают черной пятнистостью как правило чайно-гибридные розы они капризницы и их нужно обязательно обрабатывать вот я на сегодня намечаю обработку своих препарат своим своих роз препаратом ридомил голд буду обрабатывать розы от черной пятнистости время мучнистой росы у кого кто живет в регионах где сейчас время мучнистой росы мучнистая роса любит дожди она бывает затем появляется в затяжные дожди то есть когда прохладно и сыра это отличие этих грибков марселина черная пятнистость и другие пятнистости кстати всякие они появляются когда наступает жара вот как у нас 40 градусная жара и сейчас мы увидим эту черную пятнистость обязательно где-то на розах вот а мучнистая роса она любит прохладу и дожди затяжные вот у кого такое то я уже говорила неоднократно что лучше препарата от мучнистой росы этот опас если проводить обработки заранее то есть вы знаете о том что у вас посещает это болячка все грибы живут на растительных остатках и такой гриб как ржавчина он живет на самом стволе розы живет этот гриб черная пятнистость и пятнистости всякие мучнистая роса они в стволе розы не живут самые опасные заболевания роз это конечно те которые поражают ствол розы ржавчина инфекционный ожог вот эти заболевания не роз очень опасны ржавчина тоже появляется когда наступает жаркая погода в это время гриб ржавчина выбрасывает свои споры и вы видите оранжевые подушечки ржавчина по моим наблюдениям не лечится но подавить выход гриба на поверхность выбрасывания спор можно только системными препаратами если у вас вы видите поражена роза ржавчина на листьях вы увидели споры гриба то обработку нужно проводить сначала медь содержащими препаратами чтобы убить споры гриба все чтобы не допустить распространение этой болезни затем нужно переходить к системным фунгицидам ржавчину победить невозможно потому что она если появилась она живет обязательно в стволе розы вот но и в почве под розой нужно снять слой почвы не менее пяти сантиметров слоя почвы этот слой проколить в костре где-то чтобы не выбрасывать его на землю куда-то и высыпать насыпать новый слой почвы провести обработку препаратом медь содержащим это медный купорос 150 грамм на 10 литров воды плюс 50 грамм мыла добавьте туда хозяйственного это очень простая обработка но эффективная также я советую при разгуле черной пятнистости но и других пятнистости проводить тоже такую искореняющую обработку сразу я имею ввиду медь содержащие препараты потом переходить на обработки системными фунгицидами какие фунгициды лечат ржавчину это строби это финге фунгицид сплошного действия есть такой препарат как ракурс он рекомендуется для обработки хвойных растений но если у вас уже разгул разгул ржавчины если у вас роза вся поражена ржавчиной то ракурс вот этот препарат он очень хорошо помогает от ржавчины причем землю под розами нужно обязательно будет пролить еще убрали слой земли если это невозможно убрать этот слой земли земли то придется пролить под розой вот этими убойными препаратами это медный купорос 300 грамм на 10 литров воды под розой проливаете потому что у меня вот такая например роза как розариум ютерсен да если она лежит и раскидывается или вот эти айсберг ну под ними просто нереально землю убирать если они заболели например ржавчиной да то пролить аккуратно по земле не на розу а под розой из леки вот этим мед содержащим препаратом то есть медным купоросом 300 грамм на 10 литров воды либо строби препаратом если вы берете препарат строби то добавьте еще пол дозы этого препарата теперь очень эффективное средство это белизна я уже сказала я вот лечила свою розу посмотрите у меня есть ролик называется он нетрадиционное лечение розы розариум ютерсен это было в августе она мне болела черно-пятнистостью я не знала что делать это же огромная роза вот вы видите обирала листья с нее ну ясно дело это мертвому припарке и провела вот эту обработку которую можете посмотреть в ролике и все на этом и роза здорово до сих пор у меня то есть я обрабатывала белизной затем лечила розу своем препаратами системными роза у меня здорово по сей день еще что донимает наши розы ну естественно борьба с трипсами у нас должна проводиться обязательно мне многие рекомендуют подым видео препарат спинтер это турецкий препарат у трипсов я его продажи конечно найти не могу его нужно если выписывать то только профессиональных магазинах выписывать я выписала препараты эпики и препарат актора и вот этими двумя препаратами я добилась того что трипсов у меня нет саду вообще сейчас и я очень хвалю препараты эпики он очень эффективен от трипса просто замечательный препарат именно вот от трипса рекомендую его теперь нутля и все летающие насекомые они уничтожаются такими же средствами как актора акт и лик ну и всеми а искра если у вас гусеницы вот обязательно смотрите на действующее вещество которое там есть если вы покупаете препараты например фуфанон искра и так далее у них действующее вещество одно должны посмотреть на действующее вещество этих препаратов если она одинаковая то его нужно менять обязательно если вы провели три обработки каким-то препаратом хоть это фунгицид или это инсектицид все равно нужно поменять этот препарат сегодня 26 июня вот 10 дней уже цветут розы вот так вчера стояла жара и позавчера два дня стояла 40 градусная жара невыносимая вот это айсберг вы видите коричневые пятна на нем это не от солнца у нас до этого была страшная буря и повредила лепестки розы трипала лепестки розы цепляются колючки и вот результат вот такой получается надеюсь информация в этом ролике была для вас полезной спасибо что провели со мной время подписывайтесь на мой канал пишите мне комментарии поставьте мне лайк за мою работу всего доброго до свидания до новых встреч на моем канале